так как ваши дела вы сдали домашку отлично как вам домашка если хотите мы можем консультацию устроить если нужно то ну эффективнее всего если у вас вообще напоминаю что если что-то непонятно то меня всегда можно попросить можно если есть какая-то глобальная консультация это какой-то частный вопрос можно индивидуальную консультацию одну индивидуальную консультацию уже провел и мне кажется это было полезно в общем короче правда работает так что не стесняйтесь возвращаться на эту тему на самом деле начать оттуда оттуда начать с того места на котором я закончил в прошлый раз мы в прошлый раз закончили на каком-то называется биосфориан скейтл я напомню что у нас был такой пример у нас были какие-то вот такие вот данные и ну давайте мы сравнивали модель 1 и мы сравнивали по таким фракцистиком что у нас была одна вещь это разброс а другая вещь это смещение и мы говорили что ну как эти модели устроены модель 11 просто вокруг каждой точки рисуют по горизонтальной палочке и устроена постоянно и очень сильно очень сильно скачет туда-сюда все это данные так как то вот так вот это вот модель 1 а модель 11 как устроена как странно предсказали просто горизонтальная линия потому что если мы считаем что у нас всего 11 точек то мы все усреднили и получили одно число вообще вне зависимости от и если теперь сравнивать то как эти модели работают это было для каких-то конкретных данных а если в принципе сравнивать как модели работают на данных которые получаются из примерно похожего распределения да можно считать что у нас было какое-то вот такое то понятно что модель 1нн она если мы ее будем обучать на разных наборах данных то у нее будет большой разброс предсказаний потому что каждое предсказание это просто предсказание какой-нибудь точке это просто значение y в ближайшей точке ну вот если у нас если у нас в данных игре как-то разбросано то они также и предсказание будут разбросаны то есть модель 1нн разброс большой а смещение то есть отклонение систематическое отклонение наших предсказаний от так и правил предсказаний ну вот здесь вот если я беру вот такое распределение данных как бы это устроено как идеальное предсказание, идеальная функция предсказания. Вот здесь я схематически нарисовал уровня функции плотности совместного распределения. И идеальное предсказание, ну, это что такое? Это мне нужно для каждого х найти мот ожидания для вот такого распределения. Ну, конечно, где-то посерединке. И до различных соков она будет в разных серединах. Ну, здесь получается какая-то вот такая прямая. Это идеально, как я сказал. И если я смотрю для модели 1 отклонения мот ожидания предсказаний, вот идеальных предсказаний, то оно будет каким? Большим или маленьким? Обобразка смещения, да. Большим или маленьким? Или мы не разговариваем? Маленьким. Это не будет. Я не компенсировал конкретно, как у меня все становится там, или совершенно примерно. Ну, понятно, что как бы в среднем за счет того, что... Понятно, что отклонение вот этих вот точечек, оно может быть большим, отклонение предсказаний, вот идеальное. Но когда мы будем усреднять, когда мы будем брать мот ожидания, это отклонение, значит, мот ожидание отклонения будет маленькое. Смещение, систематическая ошибка будет маленькое. Большое смещение будет. Ну, да, вот смещение определяется вот этим расстоянием. Вот это расстояние квадратное. То есть вот это, это мое идеальное предсказание, которое я хотел бы получить, а вот это, это среднее предсказание, которое я получаю. Ну, в данном случае оно уже как бы просто единственное. Оно вообще мало зависит только. Да. А, значит, здесь, значит, здесь будет смещение большого, а здесь смещение, наоборот, будет маленькое. А, сейчас, смещение будет маленькое, да, а здесь, здесь, наоборот, производство. За счет того, что мы усоединяем, за счет того, что мы усоединяем много данных. Вот. Ну, вот эта вот история, которая была в конце прошлой лекции. Эта история, на самом деле, демонстрирует такой важный эффект, что у нас у модели может быть такой параметр, который определяет то, насколько она гибкая, насколько хорошо она может подстраиваться под данные. Но вот в случае с методом к ближайших соседей, это параметр, это вот то самое к число ближайших соседей. Если она маленькая, то у нас модель ужасная гибкая, и она может подстроиться под любые данные. Это приводит к тому, что она подстраивается под шум данных. То есть мы как бы предполагаем во всех наших рассуждениях, мы предполагаем, что есть как бы какая-то истинная средняя зависимость, которая в данном случае должна быть, например, а есть какой-то шум в данных. И, соответственно, если модель начинает подстраиваться под шум, то как раз происходит то, что называется переобучение, и это одна из проблем, которые мы проводим. Вот. Соответственно, метод одного ближайшего соседей переобучается, а метод один из ближайших соседей, наоборот, как говорят, недообучается, а underfit происходит. Что это означает? Это означает, что наша модель оказалась недостаточно гибкой для того, чтобы аппроксимировать вот эту реальную зависимость, которую мы хотели бы аппроксимировать, потому что она оказалась просто константной. Вот. И то, что мы будем обсуждать в дальнейшем, оно очень часто устроено именно так, что мы выбираем между слишком гибкими моделями, которые слишком чувствительны к данным, настраиваются на шум, переобучаются, и, наоборот, недостаточно чувствительными, которые не подходят под реальное распределение данных, не позволяют его эффективно описывать. Вот. И вот в этом контексте мы сейчас будем обсуждать не только метод к ближайших соседей, но и другие методы, в том числе линейную регрессию, которую мы сегодня обсуждали. Это метод к ближайших соседей, вроде бы все достаточно понятно. Это хороший метод, он такой очень theoretically grounded, или, как говорят, построенный от первых принципов. У нас была изначально какая-то теоретическая описание того, что происходит. И мы из этого описания пришли к выводу, что наше лучшее предсказание – это вот это самое условное модожидание, условное такого распределения. А после этого сказали, что давайте мы аппроксимировать это модожидание с помощью простого усреднения, потому что это самый лучший способ. Ну, по крайней мере, при некоторых условиях не всегда. Ну, по крайней мере, это такой универсальный способ аппроксимировать модожидание. Казалось бы, о чем мы еще хотим? Может быть, на этом можно все и заканчивать. Метод к ближайших соседей – и вперед. Всюду его применить. Ну, вот, на самом деле, это не работает. И не работает это в первую очередь из-за того, что… Ну, то есть, на самом деле, метод к ближайших соседей – хороший. Но только до тех пор, пока у вас очень маломерное пространство признаков. Вот реально, если вы ничего не знаете про вашу функцию, но при этом пространство признаков у вас маломерное. В принципе, наверно, ничего сильно лучше, чем метод к ближайших соседей, вы и не придумываете. А что происходит, когда пространство признаков увеличивает свою размерность? Для того, чтобы метод к ближайших соседей работал, нам нужно, чтобы у нас данные как бы образовали достаточно плотную сетку в пространстве признаков. То есть, если я наставлю точку, которая соответствует вот этим вот моим просмотрам, наставлю иксов, которые соответствуют моим данным, спроектирую все эти точки на горизонтальную осень, ну, получается, какая-то такая довольно плотненькая сеточка. И если эта сеточка действительно довольно плотненькая, то это означает, что вблизи каждой точки вы найдете, вблизи любой точки, которую вы хотите, предсказание, которую вы хотите получить, вы найдете несколько точек из ваших данных. Ну, и тогда вы сможете действительно как-то сделать ваше предсказание хорошим. Проблема состоит в том, что когда х становится многомерным, как растет количество точек, которые вам нужны для того, чтобы гарантировать, ну, вот эту более-менее равномерную сеточку. Ну, вот здесь, допустим, если я здесь хотел бы, чтобы у меня расстояние до ближайшей точки было бы каким-нибудь епсилоном, насколько мне точек примерно лучше? Вот так, по порядку еще. Асимптотика от епсилона. Ну да, у большой технице на епсилон. Проблема в том, что если у меня размерность пространства признаков будет какая-то нитка какая-то другая, значит, размерность NDA – это размерность пространства признаков. То есть это мои иксы. То есть в размерности D сколько нам нужно? Сколько нам нужно будет точек примерно? Да, вот нужно примерно O большого объединиться, делить на епсилон в степени D. Ну, например, если у меня размерность пространства 2, то что я могу сделать? Я могу все разбить примерно на квадратский порядок епсилон. Простите, квадратский размер, например, на епсилон на епсилон. И в каждый поставить под точку. Но квадратский, кстати, мне понадобится иметь уже не большую единицу на епсилон, но большую единицу на епсилон в квадрате. Ну и так далее. Проблема состоит в том, что в действительности у вас, как правило, много признаков, и это составляет проблему. Вот то, что мы сейчас обсуждаем, это… Ну, есть такое словосочетание, не имеющее строгого смысла, но словосочетание называется «проклятие размерности», «curse of dimensionality» по-английски. То, что мы здесь видим, вот эта вот штука, это как раз одно из проявлений этого самого «проклятие размерности». В прошлый раз название лекции было похоже на название книжки Юлию Супронарнию, а в этот раз, видимо, можно было приписать «Гарри Поттер» и «проклятие размерности» и будет другая кончика. Короче говоря, метод «коближайших соседей» работает очень хорошо, если у вас очень много данных. Особенно, чем большая размерность пространства, тем более критичных данных. Ну, хорошо, что же тогда делать? Что можно делать, если у нас недостаточно данных для того, чтобы учить метод «коближайших соседей» эффективно? Ну, понятно, нужно использовать какие-то другие модели. За счет чего эти другие модели могут работать лучше, чем метод «коближайших соседей»? Ну на самом деле у нас как бы есть два источника мудрости. Первый источник мудрости – это знания, первый источник мудрости – это какие-то данные, которые у нас есть. А второй источник мудрости – это какие-то предположения, которые мы делаем про то, откуда эти данные взялись. И если мы никаких дополнительных предположений не делаем правильного непрерывности вот этой идеальной зависимости от X, то, в общем, ничего сильно лучше, чем этот камень ляжет соседей, мы, скорее всего, и не придумываем. Поэтому единственный шанс нам победить проклятие размерности – это накладывать какие-то дополнительные предположения на нашу вот эту вот идеальную зависимость. Значит, давайте я напомню какие-нибудь обозначения, давайте я скажу, что вот у меня есть какое-то FBest от X. Это, ну, давайте сейчас считать, что я по-прежнему работаю в условиях, когда у меня функция потерь квадратичная, и это вот это самое моё условное матр-ожидание, ну, не условное матр-ожидание, а скорее, матр-ожидание условного распределения, я так сказал. Значит, матр-ожидание Y при условии данного X. А, значит, вот это вот идеальная предсказательность. И дальше мы можем, правда, делать какие-то предположения. Ну, например, если FBest непрерывно, то мы получаем метод кадр-ожидания системы. Какие еще условия можно накладывать на вот эту вот функцию? На что еще можно поверить? Какие еще требования вы умеете накладывать на функции? Да, можно требовать большего, чем непрерывность, можно требовать чего-нибудь типа дифференцированности. Есть такая наука. На самом деле, оказывается, что... Ну, про это тоже можно поговорить. Есть всякие истории про приближение с клайнами. Значит, это как раз штура, которая требует от вот этой функции чего-нибудь типа дифференцированности, гладкости, каркадной гладкости и так далее. Ну, хорошо. А если я хочу прям вот совсем много условий выложить? Прям совсем сильные условия. Полинон, да. Полинон даже недостаточно сильный. Линейная. Линейная. Вот, отлично. Вот, оказывается, что это очень хорошо. Нет, можно совсем, можно еще экстремально идти. Совсем экстремально. А что? Константы, да. Вот это как раз как здесь в случае, очень часто это. Когда кнн, но ка максимально возможно. Можно представить себе, что у меня есть вот какой-то такой спектр. Значит, вот здесь вот у меня живут непрерывные функции. Здесь методифференцированные. Вот здесь живут константы. А вот тут же вот линейная. Вот, то есть мы как бы упорядочили все функции по степени хорошести. Чем бы это ни было. Регулярно. И сейчас мы будем все ввиду константы обсуждать не очень интересно. Если мы предполагаем, что я без константа, то это означает, что наш алгоритм должен быть устроен очень просто. Он должен вообще игнорировать иксы. Во всех точках предсказывать одно и то же. Но такое встречается. Мне встречалось только в задачках, которые я сам придумал. Понятно, что если мы хотим какую-то содержательную зависимость, то, наверное, самое маленькое, самое большое, что можно потребовать, это линейность. И оказывается, что вот эта вот ситуация ужасно плодотворная. Что существует очень много алгоритм машинного обучения, которое в конечном итоге сводится к тому, что мы предполагаем, что что-то от чего-то зависит линей. В частности, там полиному тоже сюда входят. На самом деле полиномиальная функция тоже линейная функция, потому что она линейна от своих коэффициентов. Не от аргумента, а от своих коэффициентов. Оказывается, что дифференцируемые функции тоже можно представлять как какие-то, по крайней мере, разумный способ рассматривать класс дифференцируемых функций, которые тоже там некоторым образом аппоксимируются линейной комбинацией других функций. В общем, короче говоря, это важная такая точка, и мы посвятим ближайшие пару занятий обсуждению именно этого случая. Итак. Давайте. Кстати, вот еще можно думать так. Смотрите. Давайте подумаем про метод одного ближайшего соседа. Сколько у такой модели параметров? Сколько у него степеней свободы? Ну, так или иначе, как-то вам нужно в памяти хранить эту модель? Значит, сколько-то параметров у нее есть. Сколько-то чисел вам нужно сохранить, чтобы эту модель хранить, да. Число, короче, да. У метода одного ближайшего соседа количество параметров это вы, то есть, как бы, что делает метод одного ближайшего соседа? Он разбивает вам иксы на какие-то области, в каждой области просто делает кусочную постоянную функцию. Количество этих областей просто равно количеству точек в вашем допросете. Поэтому вам нужно хранить значение функции в каждом из этих, в каждом из этих, в каждой из этих областей. То есть, количество параметров будет таким же, как количество данных. То есть, это, в данном смысле, самая большая модель, которую можно себе представить. У нее очень много параметров. А если говорить про линейные модели, то у них мало параметров. Скажем, вот линейная модель, если у вас размерность просто признаков 1, у нее будет там типа 1 или 2 параметра в зависимости от того, как считают. И поэтому вот это вот приманера, про нее можно думать так, что чем правее, тем меньше параметров. А чем меньше параметров, тем меньше гибкость модели, и тем меньше она переобучается. Но наоборот, если вы не угадали с настоящим распределением, то она может, наоборот, начать не наобучаться. То есть, можно сказать, что примерно в эту же сторону растет, увеличивается количество параметров. А это еще и не просто мешается. Ну хорошо, давайте поговорим про линейные модели. Чтобы про них говорить, нам нужно сделать две вещи. Во-первых, нам нужно сказать, как мы будем данные генерировать. А во-вторых, нам нужно сказать, как мы будем обучать. И для обучения давайте я сформулирую еще одну штуку. Я не знаю, сейчас, курсы статистики. Здесь все, наверное, слушали или нет? Нет, не все. Хорошо, но не страшно. Сейчас я тогда все напомню. Давайте поговорим немножко про оценки, мы оцениваем право-напросто. Сейчас я сформулирую, что именно подозревается под линейностью. В принципе, мы сейчас считаем, что предположение, которое мы накладываем, это то, что для реального распределения данных, вот эта функция, она линейно зависит от х. Ну, там дольше возникает вопрос, скажем, если у меня здесь есть какой-нибудь свободный шлет. Формально это не линейная функция с точки зрения реального. Но тогда мы там добавляем столбец из единицы. Говорим, что у нас теперь два признака, один из которых х, а другой просто единица. Давайте поговорим про оценки максимума правдоподобия. Мне сейчас понадобится. Что это такое? Давайте представим себе, что у меня какая-нибудь вот такая. Представляем. У меня есть несколько точек, это мои данные. Сейчас у меня все одномерное. Давайте считаем, что вот это вот у меня игрек, а х нет вообще. И я хочу понять, ну, вот, допустим, эти точки как-нибудь вот так распределены. Я хочу понять, как было устроено распределение, из которого этот игрек получился. Из которого получились эти данные. И у меня есть на выбор три нормальных распределения. У меня есть вот такое нормальное распределение. И есть вот такое нормальное распределение. И есть вот такое нормальное распределение. Вопрос. Как вы думаете, из которого из этих нормальных распределений получились вот эти вот мои данные. Значит, вот первое, вот второе, вот третье. Из третьего. А почему вы так считаете, что из третьего? Да, ну, то есть можно думать так. Можно думать, смотрите, вот формально. То есть чисто визуально, да, мы видим, что вот эти вот точечки, вот этому распределению как-то не очень хорошо соответствуют. Но если бы я хотел написать какую-то математическую процедуру, какой-то алгоритм, который бы позволил мне отвечать на такого типа вопроса, то я бы сказал бы, наверное, как-то так. Ну вот, давайте посмотрим на вот это вот, допустим, первое распределение. Давайте посмотрим на мои точки. Вот, если я посчитаю плотность моего распределения вот в этих вот точках, то она будет какая-то маленькая. Как бы если поверить вот в это вот первое распределение, то вероятность получить данный вот такого типа довольно маленькая. И со второй тоже такая же история, но в каком смысле маленькая. Вот если я сразу сравниваю вторую с третьей. В принципе, вторая и третья, но вот здесь какая-то здесь плотность довольно большая. Не совсем это странно выглядит. Но, тем не менее, третья выглядит лучше, чем вторая, но потому что вот третья, за счет того, что у нее плотность больше сконцентрирована вблизи вот этих точек, за счет этого, если я посчитаю плотность в каждой из этих точек и что-то там с ними сделаю, как-то агрегирую, то, в общем, эта плотность будет больше, чем, например, для второго. То есть это означает, что мы на самом деле хотим найти такую величину. А, значит, вот если у нас есть данные, и мы верим в то, что эти данные были выбраны из какого-то распределения, ну, давайте поднимем, у большого. И вот это вот распределение у большое зависит от какого-то каких-то параметров тета. Но у меня, например, в случае с нормальным распределением тета – это будет штаб. Тогда можно найти штука, которая называется функцией правдоподобия. Значит, правдоподобие данных – это вот такая штука. Значит, правдоподобие в английском называется лайк. Значит, это просто плотность. Значит, значение плотности посчитано вот в этой точке. Значит, мы считаем, что это независимо одинаково распределенные элементы. Сейчас пока я наберу. А независимость плотности, то есть плотность в этой точке. И мы рассматриваем эту плотность как функцию от тета. То есть мы хотим научиться подбирать тету, которая бы нам давала бы как бы это максимум того-подобия. Ну, смотрите, значит, если у меня y1, тогда у yn независимо одинаково распределенные. То как можно, что можно сказать про плотность вот всего вот этого ветора? Как вам можно представить? С произведения просто, да. Поэтому получается просто вот такая штука. Ну, и давайте для нормального распределения давайте найдем оценку максимума правдоподобия для среднего, например. Это хорошее упражнение. Значит, это то самое значение тета, которое максимизирует вот эту вот штуку. То есть у меня сейчас y фиксировано, это мои данные. И я хочу вот эту вот штуку, я хочу ее максимизировать. Подобрать такое распределение, что вероятность получения наших данных из этого распределения будет как можно больше. Значит, давайте, например, значит, пусть у меня y, это действительно просто нормально на распределение из параметра аси квадрата. Ну, давайте найдем тогда, чему все это равняется. То есть чему равняется вот это вот произведение. Как правило, для простоты вычислений можно будет поставить логарифм перед этим произведением, чтобы произведение превратит сумму. Ну, давайте начнем просто с произведением. Значит, это что такое? Мне нужна функция распределения для нормального распределения. Точнее, функция платности. Дополнение функции платности для нормального распределения. Значит, нужно что-то поделить на... Здесь должно быть точно 2π. Сигма квадрат должна быть. А дальше просто. Дальше должна быть экспонент, а там должна быть какая-то пара была. А значит, E в степени минус... Минус... Да, значит, мне нужно что здесь делать? Y и T минус A в квадрат и разделить на 2 и T. Сигма квадрат. Ну, по-моему, так. Похоже. Нет, E в степени минус A в квадрате. Здесь в квадрате. Нет, я думаю, что здесь не нужно, потому что мне в конечном итоге нужно, чтобы Y менялся полинейно. Сигма, это просто задает нам линейное сжатое растяжение Y. А поскольку здесь Y в квадрате, здесь сигма тоже будет в квадрате. По-моему, так. Окей. Что такое? Извините. Давайте я сразу... Давайте я все-таки возьму логарифм от этой ступки. Вот мы сейчас, с точки зрения, разница невеликая, но с точки зрения вычислительной, если вам нужно рядом посчитать что-то, то перемножать большое количество дико маленьких чисел... Представьте себе, что вот эти вот... Представьте себе, что у вас вот эти вот ивери-биты довольно далеки от A. А у вас здесь будет большое количество... Представьте себе, что у вас n большое. У вас будет произведение огромного количества величин, которые ужасно маленькие, вы очень быстро выйдете за вычислительную погрешенность. Вот. Поэтому лучше взять логарифм. А что здесь получается? Значит, эта штука, это просто... Ее можно вынести за знак произведения, просто нужно в одну степень возвести. И получается минус n уровень ритма корень из балки сигма квадрат. И дальше нужно из этого дела вычесть сумму и прибавиться. И прибавиться. И прибавиться. Теперь смотрите, значит, теперь если я хочу найти А, который мне минимизирует эту штуку, на самом деле я хочу найти и А, и сигму квадрат, но, к счастью, здесь можно их искать по отдельности, поэтому я сейчас найду только А, а сигму квадрат мы найдем в 2. А, значит, я хочу это дело минимизировать по А и сигму квадрат, ну давайте минимизируем по А, а максимизируем, да, эту штуку максимизируем, я забежал на шаг вперед, значит, заметьте, что вот это составляет вообще не зависит от А, тут есть со мной, который не зависит от А, и остается, что единственное, что нам нужно максимизировать, это минус вот эту сумму, ну или наоборот, минимизировать саму эту сумму, значит, если у нас есть вот такая сумма, я хочу ее минимизировать, а какая А решает эту задачу? А это просто следует. Согласны? Согласны? Да, просто решили пар. Вот, то есть смотрите, значит, что мы выяснили? Мы выяснили, что вот эта вот штука, то есть выборочная средняя, является оценкой максимума правдоподобия для мат-ожидания нормального распределения. То есть если мы верим в то, что наши данные были взяты из какого-то нормального распределения, и хотим, пользуясь вот этим методом, оценить мат-ожидание, то нам просто нужно сказать, что мат-ожидание равно просто выборочному среднему, что, в общем, очень естественно и логично. А, значит, таким образом, вот такое А, это как раз и есть оценка максимума правдоподобия. Давайте я скажу, что А, то есть, как правило, оценки в статистике обозначаются буквами с крышечками. А, значит, вот так вот выбранная А с крышечкой – это оценка максимума правдоподобия для настоящего А. А теперь мы применим ровно всю ту же самую историю, абсолютно те же самые рассуждения, в чуть-чуть более сложной модели. А, так. Давайте, давайте теперь рассматриваем стандартную линейную модель. Значит, мы предполагаем, что процесс рождения данных, и мы сделаем следующий мод. Значит, во-первых, у нас есть x1 и так далее, xn. Это какие-то штуки из какие-то штуки из rtf. И давайте сейчас сказать, что они у нас фиксированы. И дальше мы для каждого из этих фиксов… Ну, сейчас, не вся вот эта штука, а каждая из фиксов… Значит, для каждого из этих фиксов мы хотим генировать y. И y мы генируем таким образом. И директ ite – это и есть искалярное произведение x ite с каким-то фиксированным диектором весов, плюс какой-то вектор epsilon ite. Значит, epsilon ite распределен по стандартному нормальному закону… не по стандартному нормальному закону, с полевым отожиданием и каким-то фиксированным универсальной дискарсией… Значит, epsilon ite и epsilon jt. Ну, давайте я напишу независимым. W – это элемент fd, фиксированный вектор весов. Скалярное произведение тут стандарт, да? Это означает следующее – мы зафиксировали какое-то количество xo в пространстве признаков, а дальше данные генировали так, что у нас есть идеальный закон не единый, для какого-то набора коэффициентов W и к нему добавляет еще какой-то шум. Причем про шум мы сейчас будем ожидать, что он распределен нормально и дисперсия не зависит от xa. Вот это условие называется гомоскедостичностью, и, в частности, оно нам сейчас позволит найти короткую формулу для вычисления вектора весов. Давайте теперь найдем… Давайте теперь найдем… Да, надо сказать, что если… Если у нас вот такая задача… Какая-нибудь вот такая… Тогда x одномерный, но при этом мы разрешаем нашему идеальному решению проходить не через начало координат. то это сводится к тому случаю просто тем, что мы говорим, что… Давайте сейчас считаем, что мое пространство решение двумерное, и кроме вот этого xa у меня есть еще нулевой признак, признак с номером 0, который просто состоит из сплажных единичек. А, то есть в этом случае у меня yi равняется склярному произведению вектора 1xi на вектор весов 0. Значит, epsilon как раз будут нам давать это звучит. Значит, мы хотим еще из важных свойств, что вот эти epsilon не зависит друг от друга. Вот. Значит, задача такая. Давайте найдем оценку максимума правдоподобия на параметры распределения. Кто у нас здесь параметр распределил? Да, ну, в принципе, формально у меня параметр распределения – это WI и еще одна – sigma квадрат. Но sigma квадрат я сейчас не хочу искать, а вот веса хочу. Ну, как мы считаем, что она фиксирована там. Да, мы считаем, что данные генерируются так, что у нас вот эти вот epsilon, да, каждый из этих вот epsilon, он вот здесь вот как бы колеблется вокруг вот этой вот штуки, и они независимы друг от друга, и дисперсия у них одинаковая. То есть мы считаем, что это часть параметров модели, на самом деле. Оно не будет влиять на функцию предсказания, но если мы хотим моделировать именно совместное распределение, то как раз это часть – это часть спецификации совместного распределения – x и y. Ну, точнее, у нас здесь нет как такого совместного распределения. У нас есть условное распределение y как для данного x. Вот. Ну хорошо. Значит, доедем. оценку массового пропаганда. Ну, давайте смотреть. Значит, как это сделать? Мне нужно, значит, у меня есть вот эта вот формула, и мне нужно перейти к какому-то известному у меня распределению. Какая-то известная у меня плотность. А как это сделать? Перенести, да, перенести вот эту вот штуку на лево, и у меня чудесным образом останутся epsilon, я знаю, как они отступили в мире, я знаю их плотность. Мы просто знаем, что я посчитал того, что зафиксирована какая-то сигма. Какая-то сигма, да. Мы ее не знаем. Сигмы мы не знаем. Мы не знаем ни сигму, ни дублево. Но мы считаем, что вот они какие-то существуют. И сейчас мы хотим… Ну, вот сигма нам сейчас не настолько интересна, нам интересно дублево. Потому что дублево влияет на предсказания. Вот как бы мы в качестве предсказаний будем использовать вот такую же форму, только без вот этого имского, потому что это шум, мы с ним ничего не сделаем. И вместо этого дублево будет просто наше предсказание, наша оценка дублево. А сигма квадрат нам сейчас не очень интересно, потому что на предсказание она никак не влияет. Она просто показывает… Ну вот что показывает сигму квадрат? Он показывает, насколько сильный у нас шум. Уровень шума показывает. То есть у нас точечки примерно распределены по прямой или они, наоборот, ужасно. Ужасно эта прямая стабильность. Вот. Значит, давайте ровнем оценку максимум в родоподобии для дублево. Для этого мы просто говорим, что вот эти вот y и т минус скалярное произведение x и т на дублево, это x и т, они распределены в свет по нормальному форму параметре 0 и символ квадрата. Ну, отлично. Давайте теперь найдем функцию… Ну как, логарифм правдоподобия. Значит, логарифм правдоподобия от наших данных. То есть у нас сейчас данные… вредные данные… … 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 у нас данными был просто ну а теперь так ну давайте скажем ну давайте давайте минус поэтому просто они независимо 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 а с другой стороны наше правдоподобие только от них зависит поэтому здесь можно перейти к произведению правдоподобие наше утверждение на самом деле утверждение про распределение вот этих разностей и при этом вот эти разности они независимо потому что они естественно будут предложения вот хорошо то есть смотрите что получается то есть такая же вот эта штука не жарко не холодно от этой штуки сейчас тоже не жарко не холодно и остается что сделать остается минимизировать сумму вот этих вот штук я хочу минимизировать то есть смотрите что это означает практически практически это означает вот что у нас есть какое-то количество точек и мы хотим провести через эти точки для вот того примера мы просто хотим провести такую прямую чтобы сумма вот таких вот как бы расстояний считаем вертиканы чтобы вот сумма квадрата в этих расстояниях была как можно меньше что в принципе очень естественно вам нужно выглядеть вот давайте давайте найдем явную формулу которая позволяет нам находить эти W в одномерном случае это совсем легко делается в многомерном случае можно было бы это делать из каких-то соображений линии алгебры но мы сейчас используем чуть-чуть больше анализа а именно мы просто посчитаем производной вот этой штуки и приравняем ее к нулю и видим что все получается как надо ну давайте для этого я хочу сейчас ввести немножко еще обозначений ну вот по камерам мы свели нашу задачу минимизации максимизации правдоподобных решение вот такой вот вот такой вот максимизационной задачи да мы просто продифференцируем по W но просто W это реактор нам нужно быть претенцент найти и правдить его к нулю а да вот эта вот штука которая у нас здесь получилась вот эта вот у нее есть метальное название оно называется это и и и и и и так так это и и и и и и и и и рассмотрим две такие функции. Значит, вот пусть у меня есть какая-то... Пусть у меня есть скалярное произведение, А-Дубль-В, и давайте я хочу это скалярное произведение продифференцировать в П-Дубль-В. Или даже не просто продифференцировать, а найти его в видео в П-Дубль-В. Чему равняется такая штука? Ну, сумма... Да, ну, можно было бы просто нормально сказать, что давайте просто... Давайте просто посмотрим, что она здесь написана. А-Дубль-В, 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 а-Дубль-В. Да, значит, что такое грезиент функции? Да, значит, можно думать по-нормальному, а можно думать в координатах. Ну, давайте рассмотрим в координатах, давайте в координатах. Кто такой вектор грезиентов в координатах? Вектор частной производства. Чему равняется частная производство вот этой штуки, допустим, под углеводом? А-Дубль, да. Ну, и весь этот вектор, чему равняется вектор грезиента? Это просто А. А-Дубль-В, а-Дубль-В. Давайте я буду писать, что эта штука равняется, на самом деле, А-Тубль-В, и железный ингредиент – это штука, которая на что-то обнажается. Поэтому мне будет удобно сказать, что это а-транспонирование. Ну, по-хорошему мы понимаем, что на самом деле нет никаких ингредиентов, а есть дифференциалы, и на самом деле эта транспонированная штука – это на самом деле элемент спряженного пространства, и поэтому он транспонирован. Понимаю. А давайте теперь следующий вопрос. Допустим, что у меня есть… Я снова хочу посчитать его вредиент. А, какой-то постоянный император, постоянная матрица. А плюс 1 из полива, да, вы знали ответ. Если вы быстро посчитали. Что? Дорог, а как вы посчитали? Просто выбрать все равно, альтерность… Ну, да, можно что сказать? Можно сказать, что… Ну, кто такой… С другой стороны, можно воспользоваться безкоординатным определением. Ну, то есть здесь можно двумя способами сделать. Можно часто подкоординатным посчитать. Можно воспользоваться таким безкоординатным определением того, кто такой градиент. Да, можно сказать, что градиент – это… у меня есть сказать что это я буду говорить что я один из этих векторов превращаю вектор в строку и дальше перемножаем вот это что я сейчас сделал такая штука мне нужна главная часть линейная часть превращения вот эта штука это если я его транспонирую ничего не поменяется получается 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 а транспонированные должно быть второе передашь прямо похоже на правду да да там ошибка просто два слагаемого по черту два слагаемого по черту которые вот это вот это да собственно говоря вот эта штука это это так хорошо давайте мы теперь будем применять как задача давайте мы вот эту задачку минимизация вот этой штуки давайте мы это запишем в такой матричной форме а это давайте 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 считать что у меня есть вектор и и давайте считать что у меня есть матрица иксов матрица иксов устроена так матрица просто по строчкам записаны то есть это матрица у которой это называется статистике называется дизайн-метрикс в нашем случае она называется матриц-объект-признак по строчкам объекта по столбцам-признак тогда как бы нам записать все вот такие вот и нам нужно вычесть из вектора давайте теперь это софту давайте мы это делаем про дифференцию это просто скалярное произведение скалярное произведение и и это фиксированное матрица сейчас это можно перекинуть можно сказать что это все равно что производная давайте давайте я сейчас напишу в и трансформирование x в минус 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 x а здесь будет в в вот это в вот это просто. значит производная вот такой штуки дальше вот эту штуку нужно транспортировать и что мы получим здесь получается вот эта штука посерединке и которая здесь была здесь мы получаем что их транспортированный и симметричный матрица и транспортировать получится снова и поэтому мы хотим искать экстремум поэтому вся эта штука должна быть равна 0 ну давайте решим это уравнение относительно нам будет трудно это уравнение решить если x окажется неполного ранга вот если x полного ранга и если у нас переменных переменных меньше чем наблюдений а то тогда так ну давайте смотреть значит чего мы хотим у меня получается такая штука на самом деле w должно быть чем-то в таком роде мне нужно транспортировать каждой этих слогарбов давайте давайте я покажу откуда эта штука делается значит у меня получается сейчас такая вещь то есть я все транспортировал а после этого у меня w теперь умножается справа у меня получается такая вещь x транспортированная x на w равняется x транспортированная x это мы каждый столбец матрицы x умножаем скалярно на другой столбец то есть это как бы такая матрица грамма если если все столбцы матрицы x не независимы то тогда матрица x транспортированная x не вырождены и все хорошо и это форма работы вот ну вот собственно говоря вроде бы все что я хотел рассказать и я всегда не помню вышло у меня время четыре минуты назад или через четыре минуты еще шесть минут хорошо тогда я готов ответить на какие-то вопросы то есть что мы сейчас нашли мы сейчас нашли оценку максимум равноподобия задачи линейной регрессии мы ее нашли вот из таких вот теоретических соображений то есть мы с самого начала сказали давайте поверим в то что наша данные сгенерируем определенным образом мы наложили довольно сильные условия в частности наложили условия анормальности остатков которые в общем никогда не выполняются но которые всегда предполагают в этом контексте но зато мы получили как бы очень хорошо теоретически обоснованную формулу для наших рецепт надо сказать что про все это вот рассуждение можно было бы думать по-другому можно было бы сказать ну смотрите у нас есть квадратичная функция потерь а рсс который у нас в результате получился это просто мы используем нашу квадратичную функцию потерь для тех данных которые у нас есть и просто складываем все потери которые у нас есть по каждому по каждой точке то есть мы как бы смотрим на потери на обучающий выбор и просто их пытаемся минимизировать такой подход называется минимизация эмпирического риска и в принципе можно было бы вообще не использовать никакую вот эту вот теоретическую историю а просто сказать что вот мы из каких-то общих соображений хотим квадратичную функцию потерь и будем минимизировать эмпирический риск так тоже могу вот главное что получается все то же самое но вот эта теоретическая постановка нам позволит позже провести определенный анализ того как ведут себя вот эти вот пациенты ну и в частности там например через какое-то время мы столкнемся с тем что вот эта вот матрица не всегда хорошая невырожденная если нам приходится как-то подкручивать этот метод с помощью специальных регуляризаций и мы увидим как он работает как там регуляризация ну а вот эта вот формула нам вообще пригодится так ну что есть какие-нибудь вопросы да конечно но вот представьте себе что вы хотите представьте себе что вы хотите скажем вот у вас данные устроены вот так вот у вас x вот у вас в примере и при этом либо вы видите на картинке либо вы из каких-то общих соображений понимаете что ваши данные устроены вот так а вы очень хотите использовать линейную модель чтобы эти данные научиться предсказать соответствующий закон как это можно сделать можно просто сказать давайте мы будем строить линейную модель у которого которая будет зависеть от трех признаков от единицы от x а и от x а в квадрат просто создадим новый признак название будет в квадрате и все она тоже линейная она тоже линейная да потому что она линейная относительно W то есть вы можете ну просто есть два отдельных есть два отдельных процесса есть процесс который называется фич инжиниринг создание новых признаков он из ваших исходных данных может делать какую-то новую вот эту вот матрицу Mexico а есть уже процесс обучения в модели и процесс обучения в модели вот в случае если вы будете если вы будете подбирать вот здесь не линейную функцию а вот такую вот eve процедание в модели будет в точности таким же просто у вас меняется вот этот функунт вот эта вот матрица Mexico просто в этой матрицы User добавляется еще и столбец который получен из колонцы восходных n эксов в возведении в квадрате И все. А дальше вот вся вот эта вот механика работает. Это в некотором смысле такое чудо, что огромное количество моделей, даже более 40, чем полинамиарные, ну, по крайней мере, более хитро выглядишь. Например, сплайм. Они тоже записываются как линейные модели. Просто относились к другому базису. Фактически, это история про то, что у вас есть в пространстве функция, у вас есть какой-то базис, и вы этим базисом аппоксимируетесь. В общем, так, или не на лыб, и на нас шоу. Вот. Так, еще вопросы? Хорошо. Ну, все так, да, на все.